и что еще почувствовал что еще почувствовал что вот этот страх он как бы твое сердце сжимает а именно почему там сжатие сердца так ты чувствуешь что вот как-то она не так вольно бьется как хотелось бы если представить себе что сердце выдает пульсации обновляющий пульсации на наши все эти тонкие тела на постройках помимо того что качает сердце она еще энергию так импульс раз они там прочерчивать сети туда раз и прочерчивает то становится понятным что если что-то чужеродное которому нужно энергия то лучшего места в организме нету а именно обволакивается энергетическое обволакивание сердца и вот эти вот импульсы в первую очередь подпитывают сущность которая паразитируется на человеке то есть есть материальные паразиты как мы знаем а есть тонкоматериальные которых гораздо больше чем можем себе представить естественно получает то что надо как листы и сидят в районе там где-то 12 перстной кишки вот в районе пупка аскориды и самое вкусненькое они они потребляют в первую очередь а потом дальше остатки достаются организму сразу же заметим вот какие-то непонятливые боли в области пупка особенно там при надавливании или так после там еды как-то вот что-то там в районе живота это указывает на то что там имеется жильцы паразиты и не надо себя как-то утешать и убаюкивать что там это что-то то другое то есть если это регулярно наблюдается значит эти жильцы там а вот здесь что касается сердца если вот чувствуете вот интересно такие слова есть на сердце камень на сердце камень одно дело это как это забота а другое дело вот чувствуется что вот как-то особенно это с возрастом сердце не дается так вольно сокращаться вольно у тебя чувствовать легко и вольно имеется вот какая-то ерунда которая при вроде бы здоровом сердце делает эту область чувствительной вот такой какой-то какой-то непонятливо нездоровый то есть это тоже надо понимать теперь опять-таки вернемся ко мне любимому посмотрите на меня вот я какой значит у меня насколько понимаю началась стадия может я заблуждаюсь но я рассказываю своих ощущениях началась стадия после вытеснения инородной сущности тонкоматериальной она пытается внедриться назад и вот эти вот сны как раз и подсказывает что происходит что происходит очень осторожная жизнь очень нравственная жизнь не надо никаких знаете вот таких вот вещей проявлять каких-то эмоциональных таких знаете эгоистических особенно когда тебе что-то не удается а ты тут начинаешь начинаешь вот лапками махать ножками стучат доброго здоровья как дела потихоньку потихоньку полегоньку да потихонечку ну и отлично тачка хорошая вместительная значит у меня идет стадия пробы пробы повторного внедрения назад внедриться назад а вот что я заметил по своему характеру это вот произошло такое интересное смирение что я стал гораздо спокойнее ко всему относиться то что раньше меня бы раздражало я к этому отношусь гораздо спокойнее практически оно на меня перестало влиять хотя опять таки не будем обольщаться что сказать да тут не будет она влиять я такой секой ничего подобного нет нет да это все так и норовит знаете как вот этот со дна эта муть подняться но уже уже за счет целенаправленного следение за собой и кстати а как следить за собой вот как следить что там тебе творится это должен быть сторонний наблюдатель ты как бы раздваиваться один это идет вот говорит а другой он смотрит со стороны затем что ты говоришь как ты себя чувствуешь что у тебя происходит вот это вот интересно такое раздвоение и контроль только вот это вот лично для меня я не буду у каждого свое какие-то там контроль или там как-то он там себя оценивает свое развитие я рассказываю что именно со мной вот этот контроль он позволяет вовремя вовремя дать стопор чувствам эмоциям потому что хочу сказать что мне нужны какие-то собеседники мне основном найти что надо чтобы не поменьше мешали но тем не менее от людей тем более близких никуда не денешься а они тут со своими так сказать заботами какими-то надуманными вещами и экономии и тра-та-та-та-та они так и норовят вас поставить в какой-то тупик когда вы от тупизны начинаете раздражаться то есть меня в свое время раздражала большую свою тупизну сейчас я к этому отношусь совершенно иначе но тем не менее это может тоже меня вывести из равновесия но вот этот вот страж сторонний наблюдатель ты за собой наблюдаешь со стороны этому очень очень и помогает то есть должен быть самоконтроль самоконтроль ты осуществляешь сам наблюдая за собой за тем что происходит мне в этом деле очень спорт помог вот я там делаю движение получается не получается а почему не получается как какая должна быть траектория попал не попал как это взаимодействие с этим там со снарядом в данном случае со штангой это вот как-то этому способствовало а потом уже потихонечку это вот и начало начало проявляться и таким вот образом вот я вам рассказал вот такую интересную вещь интересную вещь происходящую со мною и знаете что еще вот буквально таки там вчера позавчера я был на источниках на источниках вот на эту тему на тему того что ходит как лев рыкающий что там стоит как раз кровать а слева окно такое большое окно балконное и вот мне хотелось закрыть занавеску полностью потому что возникло такое чувство что за окном кто-то стоит и на тебя смотрит то есть чего-то такого ждет ждет понимаете ждет удобного момента как хищник в засаде ждет удобного момента чтобы овладеть жертвой ну вот я вам еще рассказал про ветерину и возможно эту тему тему не закончим а продолжим через какое-то время появятся какие-то умные результаты действия действия со стороны тонких сил вот ну вот что я вам хотел сказать кстати машина скоро будет большую ТЭО я заменю на ней все жидкости все жидкости на фирменные все там и гидроусилитель и трансмиссию и там ну все что там есть сейчас как раз собираются это все жидкости а чтобы они были фирменные мы тоже тут я не знаю целый месяц ждем когда они придут ну а так хорошо ходить по по лесу по парку влажная такая погода хорошо дышится не сушит организм ну вот я тут и высказался вам конечно эту информацию те люди которые по своему состоянию близки ко мне воспринимают ее очень серьезно для других которые далеки не то что от меня а вообще от этой ситуации это для них будет бред с силой кобылы ну по крайней мере по крайней мере вот такая информация есть кому надо тот возьмет кому не надо проходите мимо это не для вас а с вами фотографируемся все я ваш вот так вот проходя по парку набираю подписчиков на канал объясняя что что и как нечто подобное происходило когда я написал книги и продавал их на Невском проспекте подходили люди я объяснял что это за книги что что как и более менее все довольно таки нормально доброго здоровья вот отзывчивость к людям одаривается интересными результатами весьма интересными результатами я думаю меня уже забыли ничего подобного люди помнят фотографируются особенно если куда-то поедешь не может так не может быть я знаю да недавно в Москве я не знаю кругом камеры у нас нет немного Извините, извините, обратно. Вот так, да. Стас, 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 все пока ставь, посидите, пожалуйста. Приготовились, без хлопушки. Камера, мотор идет? Да. И начали. Новый год близится. Наступает год крысы по восточному календарю. Ну и еще хорошо, конечно, иметь свой канал. Я мечтал о своем ТВ-канале. Создал, как бы сказать, контент, что зачем идет там, допустим, приветствие, потом далее идет там гимнастика какая-то, еще что-то. То есть я продумал все, как создать телевизионный канал здорового образа жизни. но там, где денежки более-менее солидные, там людишки сидят и их никак не подвинешь. А вот тут с Ютубом я вот делаю свои проекты. Сейчас вот закончится мой круг календарный. Кое-что я там вначале перепишу, чтобы было поинтересней. И этот календарный круг люди уже практически будут использовать постоянно из года в год. Хотя это на 19-й год. То есть лунные сутки там не подойдут, а все остальное сгодится. Ну, посмотрим, можете еще какой-нибудь календарик такой интересный для себя сделаю. И в первую очередь я делаю то, что меня волнует, так сказать, хобби, хобби у меня, ваше хобби, да вот такое мое хобби. И вот я отдохнул три денька и как-то чувствуюсь новыми силами, с новым интересом, берусь опять за делом. Бывает, что одно и то же, одно и то же надоедает, надо как-то переключиться, а потом опять тебе потянет это делать, делать это, туман какой, вот он, берег практически не виден. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малаха Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Малаха Про. До новых встреч! До новых встреч!